Ну что ж, друзья, мы вернулись к вам, и буквально через секунду Мария начнёт синхронировать. Синхронировать. Отгружение во всех смыслах, потому что тема у нас военно-морская. Сейчас мы на неё посмотрим во всей красе. Ну что ж, если ты готова, давай я тебе передам всю аппаратуру, чтобы ты сама начала. Поехали. Здравствуйте всем. Сегодня в этом видео мы покажем вам 10 самых мощных военно-морских сил в мире. Начнём. Номер 10. Турция. В турецком флоте 48 тысяч солдат-офицеров, общее количество кораблей 150-190, военно-воздушных сил 51 единица, из них 37 вертолёты. В турецком флоте 12 подлодок, 16 фрегатов, 10 корветов и много других патрульных и вспомогательных кораблей. Сейчас в турецком флоте нет авианосителей или эсминцев. Ни авианосителей, ни эсминцев. Номер 9. Итальянский флот. В итальянском флоте сейчас примерно 31 тысяча военнослужащих. Общий флот составляет 180 кораблей. Это одна из крупнейших военно-морских сил в Европе. Около сотни воздушных единиц, 78 из них вертолёты. Ф-35 «Молния-2» — это основной самолёт военных сил Италии. Два авианосца у них в настоящий момент есть, 4 эсминца, 8 подлодок, 12 фрегатов, 2 корвета и много других патрульных и десантных и вспомогательных кораблей. Номер 8. Южная Корея. Состав примерно 70 тысяч человек и примерно 150 кораблей. Что касается воздушных сил, 70 единиц, из них 46 вертолётов. В будущем модель F-35 «Молния-2» также будет основным истребителем Южной Кореи. Два авианосца уже есть, 12 эсминцев, 19 подводных лодок, 13 фрегатов, 13 корветов и много других десантных и патрульных и вспомогательных кораблей. Номер 7. Соединённое Королевство Великобритании. В настоящий момент примерно 33 тысячи человека и более 80 кораблей в строю. Что касается воздушных сил, более 170 единиц и около 80 из них это вертолёты. Основная модель это F-35 «Молния-2». В настоящий момент в Великобритании есть два авианосца, 6 эсминцев, 10 атомных подлодок, 13 фрегатов и много других патрульных десантных и вспомогательных военно-мужских единиц. Франция, номер 6. Прямо сейчас около 36 человек и 180 кораблей. Франция это единственная страна, кроме США, у которой есть атомный авианосец. Воздушный флот составляет более 178 единиц, более 70 из них вертолёты. «Дессо Рафаль» это основная модель в военно-морском воздушном флоте. Сейчас у них есть 1 атомный авианосец, 3 вертолётоносца, 10 эсминцев, 10 атомных подлодок, 11 фрегатов и много других вспомогательных и патрульных военных судов. Номер 5. Япония. Примерно 50 тысяч человек и около 155 кораблей. Японский флот это один из крупнейших военно-морских сил в мире. Около 345 воздушных судов, из них примерно 145 вертолётов. И опять же, F-35-2 будет вскоре одним из основных самолётов. Прямо сейчас 42 изготовляются по заказу японского флота. Прямо сейчас в японском флоте есть 4 вертолётоносца, 26 эсминцев, 20 подлодных лодок, 10 фрегатов, 6 корветов и много других патрульных, десантных и вспомогательных кораблей. Номер 4. Индия. Индийский флот сейчас насчитывает примерно 70 тысяч человек и примерно 300 кораблей, включая вспомогательные. Что касается воздушных судов, примерно 250 составляет парк и 100 из них вертолёты, приблизительно 100. Сейчас МиГ-29 и Хальтеджас — это основные модели, которые используются в воздушном флоте военно-воздушных военно-морских сил. Один авианосец и ещё один проходит испытание в море, 11 эсминцев, 20 подводных лодок, из них 3 атомных. В дополнение к этому у них 23 корвета, 14 фрегатов и много других десантных, патрульных и вспомогательных кораблей. Номер 3. Россия. Приблизительно 150 тысяч человек и более 400 судов, Россия занимает третье место в рейтинге военно-морских сил. Су-27, Су-33, Су-30 и МиГ-29 — это основные реактивные истребители российского флота. Прямо сейчас в российском флоте есть один авианосец, более 60 подводных лодок, из них примерно 40 атомные, 5 крейсеров. Крейсеры, по факту, это крупнейшие корабли во флоте после авианосцев и десантов кораблей. Они могут выполнять различные роли, только российский и американский флот на сегодняшний момент имеют военные крейсеры. В дополнение к этому в российском флоте есть 11 эсминцев, 79 корветов, 10 фрегатов и много других кораблей десантного, вспомогательного и патрульного назначения. Номер два. Китай. Народная освободительная армия. В китайском флоте сейчас насчитывается 270 человек и более 700 кораблей. Из них примерно более 200 это вспомогательные суда. Что касается воздушного парка, более 690 единиц, из них примерно 200 это вертолеты. Су-30, J-10, J-11 и J-15 это основные реактивные истребители Китайского флота. Кроме того, у них есть два авианосца, более 75 в подводных лотах и более 20 атомных, 36 эсминцев, 52 фрегаты, 50 корветов и множество ракетных катеров, кораблей береговой ухраны и так далее. Номер один. Соединенные Штаты Америки. В американском флоте 337 тысяч человек и более 500 кораблей. Давайте посмотрим, что конкретно у них есть. Американский флот сейчас насчитывает более 3900 воздушных единиц, из них примерно 1200 вертолетов. Сейчас F-35 и F-18 Super Hornet это основные реактивные истребители. 11 авианосцев, 9 вертолетоносцев для ракетных катеров. Кроме того, более 70 подводных лодок атомных, 22 крейсера, 69 эсминцев, 19 корветов или кораблей береговой ухраны и множество других кораблей вспомогательного, десантного или патрульного назначения. Спасибо, что смотрели.